На трибунах почти пусто. Среди зрителей в основном сами теннисисты, участники турнира. Судейские вышки тоже пусты. На первенстве города практикуют так называемое джентльменское судейство. Спортсмены ведут счет игры сами. Но несмотря на все это, турнир не теряет своего веса. Ежегодно он собирает десятки теннисистов, не только сочинских, со всей страны. Мы стараемся проводить, чтобы наши дети больше участвовали и получали разряды, получали опыт. И могли, как бы первая ласточка, это могли выступать и показать свои первые результаты. В открытом первенстве Сочи принимают участие более сотни спортсменов. Это теннисисты от 9 до 17 лет. И как правило, для самых юных спортсменов именно эти соревнования – первый серьезный турнир в карьере. Мне очень понравилась эта игра, потому что соперник был сильный и играл тоже очень хорошо. Но я справился и победил. Я из Омска приехала сюда заниматься. Занимаюсь только месяца. Мне очень нравится заниматься. Тут очень хорошие тренера. Я сейчас играю в турнир. Выиграла две встречи. То, как и с каким счетом закончатся встречи, здесь предугадать крайне сложно. Конкуренция среди сочинских спортсменов высока. Тенденция последних лет на краевых и всероссийских соревнованиях, зачастую в финальных поединках, за золото сражаются именно наши спортсмены. Сочинская теннисная школа подтверждает звание сильнейшей и на международных чемпионатах. Алина Ависба. Он стал чемпионом Европы команды и в личном турнире. Также у нас ученица Нефедова. Она победила сейчас в открытом чемпионате Америки. Кроме того, первенство города отмечают тренеры хорошей разминкой перед более серьезными стартами. В августе в Адлере пройдет всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Юткина, первого тренера знаменитой Марии Шараповой. И вот там за медалью уж точно придется серьезно побороться. Плюс на кону звание кандидата в мастера спорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.